МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Будучи интеллектуальные лидеры краины, сегодня у Гомеля урочили премии Абл-ВКНКМА. Марш Мендельсона, золотые кольца и головные документы у житти. Органам ЗАГС Беларуси сегодня 100 годов. Шлях миру, но доробярыдзе пролег праз Гомель. Вядомый грузинский велоподорожник, наведал областный центр. А зараз об этом и иншим, больше подробязно. Сегодня у Гомеля узнагородили наученцев, которые досягнули значных выников у интеллектуальной и громадской деятельности. Премии областного выконавчего комитета отримали 50 наученцев региона. На урочистой церемонии побывали наши корреспонденты. Янис и правды метанакерованные, креативные и талиновитые. У файе областного громадско-культурного центра разгорнулася выстава робототехники. Уси экспонаты сделаны наученцами Гомельской области и могут использоваться не только для интересного баулення часу. На церемонию узнагородживания премиями Абл-ВКНКМА запросили 50 наученцев у станок средней профессийно-технической и средней специальной адукации разом с батьками и наставниками. Урештая – поспехи детей. Это и их поспехи. Моя задача как наставника – зациковать, увидеть эти алмазики и далее их отшлифовать. Отшлифовать, как они горели. И вот, когда наставник будет сам хворять своей работой, хворять своим талентом, выучать родную мову, выучать родный край, спадщину, тогда дети пойдут за им. За 19-го уручения премий Абл-ВКНКМА их отримали 920 талиновитых молодых людей. По меру узнагороды Дарыша складает 10 базовых величин. Зараз это 230 рублей. На что будут потрачены эти сроки – особистая справа каждого. А леся род явных приоритетов в протяге адукации. При том, что каждый из них уже досягнул значных вышиней. Об этом свечают медали республиканских и международных олимпиад, дипломов взлетов, рационализаторов и навыково-инженерных конкурсов. На учении 30-й Гомельской средней школы Константин Шинкароу бронзовую медаль отримал на Международной конференции молодых ученых. Будущий математик представил работу, назву якой не специалисту в этой сфере навык запомнить тяжко. Эксцентриситет вершиня в связанных регулярных графах. Меж тем, за этими словами, серьезная праца, якая мая прикладный характер. Моя работа применима в практическом плане и в коммуникационных транспортных системах, и в экономике, может быть, и в логистике, и в программировании, и в некоторых других сферах деятельности человека применима. В дальнейшем буду связывать свою жизнь с математикой, информатикой, и один из уже сильнейших вузов нашей страны меня приглашал. Олесин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Выборчая комиссия завершили регистрацию инициативных групп, которые будут заниматься сбором подписов по получению кандидатов в Мясцовые советы. 18 лютого на «Гомельшине» необходимо будет выбрать 3524 депутаты, в тем лику 2716 – в Сельские советы. Ходом выборчей кампании в вёсках Лоевского района подсекавился Олег Синтеров. Светлану Дегтяренко можно назвать депутатом со стажем. Страдубский сельский совет и она изначаливая уже 21 год, а тому на своей территории, не просто ведая у всех вёскоусов, а ей может вносить подоход до каждого. Кажется, что 18 лютого удел у выборов примут практически все унесенные в список для голосования. Похоже, в будинку сельсовета организованы куток выборчика, где можно ознайомиться с основными законодавчими документами. После регистрации кандидатов тут же заявится и информация про кожных язык. А про чатого размыва в выборах у местовые советы будет вестися подчас особистых сусерч с людьми. По колькости населенных пунктов, Страдубский сельский совет в Лоевском районе – самый великий. Иншая справа, что у некоторых вёсках засталось всего по некакий человек. Неколь вёска Бушатин Лоевского района лечилась великим населенным пунктом. По словам самих местовых жахаров, Тут было богато людей. Зараз у Бушатине засталось всего 7 пенсионеров. Работа автомагазина, нарыхтовка дров, ремонт дорог и очистка колодежей. Но вот у невеликой вёсцы для депутата завсёдой знайдится жмата справа. По словам сочиниться совета, в некий период Бушатин стал нагадывать джунгли. После того, как вёсковцы переехали у инши населенные бунты, их участки поступово пришли в Занепад. Теперь тут навели парадок. Непотребные рослины спиловали, побудовы снесли, а землю передали у сельскохозяйственную творчество. За время действия указа мы снесли очень много домов. Почти в каждом населенном пункте работа проводилась. Но не останавливаемся. На сегодняшний день у нас ещё ведутся работы по трём населенным пунктам. Это Чаплин, Марс и Городок. На сегодняшний день у нас ведутся работы по сносу домов. Осваиваем деньги, выделенные нам на реализацию этого указа. Хоть не все работы сегодня выконываются выключено за бюджетные сродки, притягнуть населенство до наведения парадок в своих вёсках – одна задач местовой улады. В Калпинском сельском совете в этом году и пошкодженные краедом древы пиловали, и детяшие городки створали от срубленных на заводах, и они, зразумево, одрозниваются. А лепопулярностью сярод местовых детей корыстаются не меньше значной. И ещё таких городков и ещё один плюс. То, что срублено своими руками, завсюду лепш заховывается. По инициативе депутатов при помощи населения ни одной копейки из бюджета не было затрачено. Всё сделано руками депутатов, учителей, именно жителей населенных пунктов. Многие люди крашивают свои дома, высаживают цветы возле домов, занимаются благоустройством. Всё, конечно, хотят, чтобы свой населенный пункт был самый красивый, самый цветущий. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Луевский район. Развитие региональной медицины, обмяркую сегодня гости студии ток-шоу «Головная тема». Доступность меддопомоги, узровень народжальности и смиротности, сучасные технологии, навыковые распрацовки. Это далеко не все критерии оценки развития медицины. С одного боку тут, как и в любой иншей сфере, есть что критиковать. С другого, именно до нас за медицинской допомогой едут из всего мира. Доступность и якость охоты здоровья – сегодня это «Головная тема». Смотрите программу «У-19-20» в эфире «Беларусь-4». На передании новогодних свят в объекты гандлю региона пропонуют акции и скидки. Эксперты кажут, что это выгодно не только для покупника, но и для продавца. Насельство отримывает больше товаров по сниженных ценах. Гандль – великую реализацию за короткий термин. Циварта очакать до свято-соправды реальных распродажев. Комментарий нашему корреспонденту дав начальник Головного управления гандлю и послуг Гомельского облвыконкама Александр Качан. Впереди череда больших праздников. Стоит ли ждать от торговли подарков? Это я о настоящих реальных распродажах и скидках? Конечно. Торговля всегда старается привлечь покупателя. И для покупателя это подарок, серьезные какие-то скидки, распродажи. Но для торговли это увеличение покупательского потока. И традиционно к новогодним праздникам, всем праздникам, которые будут у нас в ближайшее время, торговля подготовят. Единственное, что нужно отслеживать на магазинах, отслеживать на сайтах наших торговых организаций. Акции, они есть постоянно. Но это будут реальные распродажи? Вы ведь сами понимаете, часто распродажи, распродажи розни. Я думаю, что здесь нужно верить все-таки, что на сегодняшний день мы уходим все больше и больше от того нашего сложившегося представления о том, что мы покупаем, в два раза делаем выше цену, а потом сбавляем наполовину и реализуем. На самом деле, на сегодняшний день для того, чтобы только покрыть затраты, снижаются минимально торговые надбавки, для того, чтобы покупатель просто забрал эту продукцию. Поэтому это будут настоящие живые скидки. Органы записи акта у грамадянского стану Республики Беларусь сегодня означают свое стагодие. Миновата с их работой связаны головные подеи в жизни человека. Кожный документ в архивах не просто лист паперы, а чистый лес. Как сострекали свой юбилей супрацовники ЗАГСа в наступном репортаже. Первая ассоциация с органами ЗАГС – связь сильный кортеж, вальс Мендельсона и инший атрибут регистрации шлюбу. Однако есть и иншая широкая кола функции – регистрация на роджение и усыновление, установление батьковства, скасование шлюбу, смены имя и фамилии. В Гомельской области зараз працуют 25 ЗАГСов – дом грамадянских обрадов и архив. Первый Гомельский отдел открылся 24-го студеня 1919 года и его загадчиком был мужчина. Сегодня в нашей области ЗАГСами керуют женщины. За прошлый час появились новые послуги, например, популярные у молодых выездные регистрации и церемонии усынования семейных пар юбиляров. Мы обязательно узнаем момент знакомства этой пары. И когда мы поздравляем их и это говорим, им очень интересно даже самим послушать. Многие приходят дети. И вот мы детям говорим, вы тихонечко узнаете, как они познакомились. Это будет для них интересно послушать. И действительно, смотришь, когда на них, они – откуда вы знаете это все? Приятно, конечно, это все прицелы для них получаются. Десяти годями специалисты передают свой опыт молодым супрацовникам. Надея Морозова працавала за гадчиком отдела ЗАГС Чигуночного района каля 25 годов. Памятая, как уси записи, ввяли ручкой, а кобдадиные заховывались до уже и выкористовывали чарнила. Коли робили помылку, все переписывали на ново. Потом з'явилися компьютеры и интернет. С энтузиазмом почали створать сайт и сочить за проглядами. Але головное у працы засталось и неазменным. Что дзенны и зносины с людьми, які звертаются у отдела ЗАГС с самыми мирозными пытаннями. Профессия замечательная, замечательная. Я до сих пор с ностальгией, я даже, вот я даже прохожу мимо ЗАГСа, где я вот проработала почти 25 лет, у меня до сих пор мурашки бегают. Это замечательная работа, это замечательная профессия. Старайтесь любите людей, старайтесь работать правильно. Не в нагрузку себе, а именно идите на работу вот с душой, с желанием и все у вас получится. Все несеро до основных потребований у досупрацовников системы не идеальный почерк, а юридичная адукация. Сдача кожного работника письменные худко зарабить регистрацию акта громадянского стану и дать необходную консультацию. За 11 месяцев этого года ЗАГСы Холминской области зарабили больше, как 39 тысяч записей. З их коля 13-ти спаловы об народжении детей и больше за 9 тысяч об заключении шлюбов. Своё свято супрацовники ЗАГСов сустрель в аурочистой обстановке. Под час ходу им урочили гонеровые грамоты Министерства юстиции, Гомельской областной нотариальной палаты и городского совета депутатов. Естественно, хочу сказать слова благодарности за ту работу, которую делают эти люди. На сегодняшний день, мне кажется, ценности пытаются изменить, хотя человеческие ценности, они вечные, и менять их не надо. На мой взгляд, брак – это самое важное, что может быть и что должно быть в жизни молодых людей, которые любят друг друга и хотят создать ячейку общества, вырастить детей и провести вместе жизнь. Ганна Коральчук, Михаил Грабков, Александр Харлам, поутель радиокомпания «Гомель». У кинотеатра Гомеля пройшла премьера фильма «Шторм, палающий лист». Окромя захопляльного сюжета, ее надметный тым, что у першиню вышел на экраны у белорусским дубляжи. Показы стушки из аншлагами пройшли у Минска и инших городах Беларуси. Фильм поглядела больше за 7 тысяч глядачов. Теперь до их долучились и гамельчане. Нидерландская стушка расповедая про падеи 500-годовой даунины. У поздним серднявечья разгортываются пригоды уратования рукопису Мартина Лютера. «Шторм» Вутон, сын книга-другара, становится объектом полевания сбоку инквизиции, а не спробуя выратывать своего батьку от смерти. Дарый фильм «Шторм», палающий лист, стал первой замежной стушкой в нашем кинопрокате, представленной одразу у белорусскомовной «Агушце». Это стало макшима дякающий проекту «Белорусские уикенды». Сегодня мы станем святками уникальной кинопадзеи. В першине у Гомеля на великом экране отбудется премьера нидерландского пригодницкого фильма «Шторм, пылающий лист». Этот фильм был обраны нами не выпадково. Падзеи, про які говорится в фильме, перекликаются с важной сторонкой нашей истории – 500 годзем белорусского книга-другавания. Тому символично, что фильм, присвеченный этим падзеям, будет представлен сегодня минавито в белорусской «Агучце». Жадаем усім приемного прогляда. Под час премьеры у Глядашоу так само была махшимостью башить у дзей недравлянный другарский станок и послухать концерт середневечной музыки. Кинопоказы протягнутся до 20-го снежня у кинотеатрах «Мир» и «Миньон». Шлях миру Нодара Бярыдзе пролег прозгомель, ведомый грузинский велоподорожник, наведав областный центр. Проехать больше за 40 тысяч километров про стерриторию 30 краин. Такую мету поставил перед собой бизнесмен, волонтер и веломатор с Грузии, коли в липени минулого года отправился у свой шлях миру. С невеличкими перапынками Нодар Бярыдзе едзе по маршруте «Уладивосток», «Москва», «Лиссабон», «Тбилиси», які звяжат два океаны – «Тихий» и «Атлантышный». Финишуя пробег 26 мая у день 100 годин на бытях Грузии незалежности. «Привычка уже, можно сказать, да? Четыре, полпятого, пять максимум просыпаешься и ты знаешь, что ты сегодня должен проехать определенные расстояния и у тебя ждет хорошие встречи. Вот это вот. И даже сегодняшняя встреча в Гомеле – это же прекрасно, да? Это надо, необходимо. Тут затронули мы такие моменты жизненно важные для общества в целом, не только для Гомеля, но и для Беларуси. Так что оно того стоит, чтобы я ехал каждый день. У Гомеле Нодара Бярыдзе сустрелся с Керовнистом управления спорта и туризма облвыконками, а так само с веломаторами из объединения «Вела Гомель», гоноровым членом, якого и стал. Сярод иншого обмерковали и развитие велосипедной инфраструктуры у Гомеле и Беларуси у Вогуле. Гэты и иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познаемить Максим Савин.